Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 июля, сегодня я занимаюсь дегустацией томатов. Вот я про ботяню говорила уже много, но в основном это были томаты с теплицы. Вот сегодня сорвала с открытого грунта ботяню. Разрезала почти каждый и хочу показать вам результат. Смотрите, в открытом грунте ботяня тоже, они такие малиново-красные. Видите, они внутри, как бы с такими, даже как загадка природа, с прожилками более такого ярко-красного цвета, как бекалор. Очень все сладкие, очень вкусные. До самых маленьких, вот все разрезала, даже самые-самые маленькие. Все они состоят большей частью из мяса. Вот видите, мясо очень сладкое такое. Но хочу заметить, что в открытом грунте ботяня поспел тот, который был посеян в феврале для теплицы и который остался у меня лишняя рассада. Вот я что-то в теплицу высадила, остальное все осталось в открытом грунте. Смотрите, какие... сейчас еще раз покажу. Видите, какие темно-бордовые даже в нем такие полосы. Он такой, плоды яркие-яркие, малинового цвета, очень сладкие и мясистые. Вот это, конечно, дождались те самые томаты, которые мясистые, которые сахаристые, которые салатные, которые нужно кушать преимущественно в свежем виде. Все вот показала вам специально уличные, потому что сегодня дегустировала вот Настеньку и Демидова. И они в теплице оказались более сладкие, а на улице немного с кислинкой. А ботяня нет. На улице тоже оказался таким же сладким, как в теплице. Так что сорт в сорту рознь. И возможно, что вот эти вот сорта, которые склонны к образованию сладостей, они в открытом грунте все-таки не так подвержены вымыванию вот этого сахара даже в дождливую погоду. Но ботяня из открытого грунта очень сладкий. А смотрите, какой мясистый вообще. Бештексы томатные.